Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездкой посетил Азербайджан, в ходе которой встретился с членами правительства республики, обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаевой, Черкесией. Также Рашид Тимрезов в рамках рабочей поездки в Азербайджан встретился с председателем управления мусульман Кавказа, уважаемым шейху Алисламу Аляхшикуром Пашазаде. «Считаю, что духовная и просветительская деятельность управления мусульман Кавказа, который возглавляет Аллахшикур Пашазаде, взаимодействие с Координационным центром мусульман Северного Кавказа и с муфтиями всей России вносят огромный вклад в укрепление мира межнационального и межконфессионального согласия между нашими государствами и нашими народами», — отметил глава Карачаева Черкесии. Трудно переоценить тесное взаимодействие органов государственной власти и религиозных лидеров в вопросах противодействия различным проявлениям экстремизма. Великая роль духовных исламских лидеров в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи. В ходе встречи с Алахшикуром Пашазаде оговорили о недопустимости любых проявлений ксенофобии и попыток внести разлад в межнациональное и межконфессиональное согласие между народами, отметили важность воспитания мусульманской молодежи на традиционных исламских ценностях. Религии, которая основана на принципах добра и мира. Рашид Тимрезов поблагодарил уважаемого шельху Ислама за его личный вклад в укрепление мира, стабильности и укрепление межрелигиозных связей между мусульманами Кавказа, что особенно важно перед лицом современных глобальных вызовов. В свете последних событий общественные деятели Карачаева Черкесии, известные спортсмены призвали жителей не поддаваться на провокации и сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие, и прежде сохранять и соблюдать национальные обычаи и традиции. Мы обращаемся к населению нашей республики с поддержкой обращения главы нашей республики к населению о том, что сопереживаем о событиях, которые происходят сегодня в израильско-палестинском отношениях, сопереживаем, но вместе с тем мы хотим обратиться к нашему народу, сохранить стабильность в нашем регионе, не вызывать никаких чувств неблагожелательности к тем, которые сюда пребывают, к тем, которые здесь проживают. Мы живем здесь одной семьей и так и должны продолжать жить. В обращении главы государства Путина четко было сказано о том, что наша страна поддерживает независимость и государство Палестины. Мы тоже за это вместе с тем в обращении главы нашей республики четко сказано, что мы сопереживаемся за эти события, что происходят в израильско-палестинских отношениях и надеемся, что наш народ поймет и будет поддерживать гуманитарно, просить Всевышнего прекращения огня под сохранение мира стабильности во всем регионе израильско-палестинских событий. Обращаюсь к землякам своим, населению Карачаев, Чиркесии, русским, карачаевцам, абазинам, чиркесам, нагайцам, что более национальностей проживает на территории нашей республики. Надо иметь терпение, надо доверять друг другу, на доверие все строилось во все времена. И мы не должны вступать. Нам этот дар достался к предкам наших. Придерживаться, в мире согласии, мы должны жить. Белит след, соль. Нет такой национальности, которая была бы плохой или хорошей. Все национальности хорошие. Все мы их признаем. Я хочу напомнить нашим землякам, во время войны мы помогали этому народу, мы спасали эти народы, мы переписывали их на своих амилиях и тем спасали. Вот недавно, без срока давности, вышла книга, в которой написано о подвиге Холомлиевых, которые спасали 9 еврейских ливостей. Поэтому, милые мои дорогие, мы должны относиться к терпениям. Никому не дано от имени народа обращение делать на площади или дома, или даже оставшись один на один. Это не имеет никто на это права. Поэтому мы отрицаем вот такие выступления. Мы за мир и полностью поддерживаем наше государство, нашего президента Владимира Владимировича, нашего главу Карачаева-Черкесии, Тенгезова-Роскорбинца. Всех призываем к благоразумию, к мирному созиданию и обращение к Богу, просьба, Бог услышит, если суждено, даст Бог они помилятся или определятся, и мы, чтобы мы были этому всему свидетели. Дорогие друзья, я считаю любые попытки разжигания межнациональной розни в нашей республике недопустимы. Россия многонациональная страна, и многие могут воспользоваться конфликтом Израиля и Палестины в своих целях и спровоцировать беспорядки в наших городах, необдуманные гражданские противостояния. Им нет дела до интересов и жизни мусульман. Их задача спровоцировать хаос и беспорядки в нашей стране любыми способами. Давайте не будем поддаваться на провокации и не позволим реализовать провокаторам их планы. В ауле Ирсакон прошло торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной доски заслуженному врачу Российской Федерации Лидии Хаджимусовой. Собрались члены правительства общественных организаций республики, а также родные и близкие доктора. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. О профессиональных и душевных качествах Лидии Хаджимусовой можно говорить бесконечно. На памятном митинге собрались те, кто когда-то был тесно связан с доктором от Бога. В Ирсаконе Лидия Михайловна проработала свыше 50 лет в участковой больнице. Сначала была врачом-гинекологом, затем 34 года возглавляла это медицинское учреждение. А последние годы своей жизни трудилась врачом-терапевтом. За эти пять десятков лет она внесла теплоту, уют, сплотила коллектив. А еще Лидия Михайловна постоянно обучалась, принимала участие в различных конференциях и семинарах. Более полувека она отдала служению, именно не работе, а служению здравоохранения. Да, я думаю, не сотни, тысячи жизней, которые она спасла, которым подарила здоровье, прошли через ее руки. Доктор от Бога. Поэтому вот все, что она делала, она делала от души. И поэтому у нее все хорошо получалось. Вот это, что касается ее профессиональной качества. Но мне повезло в жизни, потому что в 98-м году мы с ними породнились. Вот один из сыновей, Лидия Михайловна Руслан, стал нашим зятем. Моя любимая дочь Мадина вышла за него замуж. И с тех пор еще ближе познакомились, еще роднее стали. Лидия Михайловна вместе со своим супругом Умаром Хаджимусовым воспитали четверых детей. Сыновья Аслан, Руслан и Марат работают в силовых структурах. Дочь Тамара пошла по стопам матери, стала врачом и признается, что не видела для себя другого пути. Тамара Умаровна трудится заведующей отделением офтальмологии Карачаева-Черкесской республиканской клинической больницы. Видя, как мама работает, как пациенты к ней относятся, с каким настроем они покидают больницу, уже выздоровеющие, с приподнятым настроением от лечения мамы. Право открыть мемориальную доску Лидии Хаджимусовой было предоставлено заместителю председателя правительства Джанибеку Суюнову и дочери Тамаре Хаджимусовой. Затем присутствующие возложили цветы к мемориальной доске памяти Лидии Михайловны Хаджимусовой. Альбина Курочинова-Кенжева, Белла Мамхиагова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3,8, в горах минус 2, плюс 3, а днём 22-27 градусов тепла и местами до плюс 20. В центральных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днём 25-27 градусов тепла. 26 октября в отдел МВД России по Черкесску обратился 68-летний житель города. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо на территории православного кладбища совершило кражу его куртки с телефоном, документами и ключами от автомобиля. Затем угнал автомашину «Лада Гранта», припаркованную неподалеку. В результате совместных оперативно-радостных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделов МВД России по Черкесску и по Прикубанскому району обнаружили угнанную автомашину за селом Личевское в пойме Большого Ставропольского канала. Мужчина, находившийся за рулём, бросив автомашину, попытался скрыться от оперативников, но был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Черкеска. К тому же задержанный находился в федеральном розыске. Его обвиняют в совершении поджогов 10 автомашин, жителей Черкеска и кражи. На время следствия решением суда он был помещен под домашний арест, однако нарушил условия меры пресечения, скрылся. Доставленный в МВД по Черкесску подозреваемый отказался давать показания. Он помещен в изолятор временного содержания. 26 октября в отдел МВД России по городу Черкесску обратился 68-летний житель Черкеска. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо на территории православного кладбища совершило кражу в его куртке с телефоном, документами и ключами от автомобиля, а затем угнал автомашину Влада Гранта, припаркованную неподалеку. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделов МВД России по городу Черкесску и по Прикубанскому району обнаружили угнанную автомашину за селом Ильичевское в пойме Большого Старокольского канала. Мужчина, находившийся за рулем, бросив автомашину, попытался скрыться от оперативников, но был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Черкеска. К тому же мужчина находился в федеральном розыске. Его обвиняют в совершении поджога в сети автомашин жителей Черкеска и кражи. На время следствия решением суда он был помещен под домашний арест, однако нарушил условия меры пресечения и скрылся. Доставленный в отдел МВД России по городу Черкесску подозреваемый отказался давать показания. Он помещен в изолятор временного содержания. В городе-курорте Тиберда прошел молодежный форум «Карьера», где собрались 70 представителей амбициозной, целеустремленной молодежи Карачаева Черкесии. Форум был организован Министерством по делам молодежи Республики и автономной некоммерческой организацией «Моя карьера». Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Отличная площадка для расширения своих знаний и навыков в сфере карьерного развития и возможность перенять опыт успешных экспертов. В течение нескольких дней участники учились выстраивать эффективную коммуникацию, как пробуждать в себе качество лидера и составлять правильное резюме для потенциального работодателя. Этот форум позволил молодежи Республики познать свои возможности в той или иной профессиональной деятельности, отмечают организаторы. Данный форум направлен на то, чтобы помочь их сориентировать в жизни. Вот на вчера, когда эксперты с ними работали, они, например, прорабатывали и психологические тесты, при этом они работали по нескольким направлениям и помогали выявить вообще какие есть у человека предрасположенности, к чему человек больше способен. Они написали, например, резюме каждого из них. То есть у них на выходе есть уже упакованные кейсы и резюме. В заключительный день для ребят был организован тренинг, который ввел заместитель министра по делам молодежи Карачева-Черкесии Расул Найманов. Он подчеркнул, что участники форума получили много полезной информации, а главное, каждый из них будет понимать, в какой сфере он может построить свою карьеру. Это событие было одним из очерченных ими. То есть там речь была не только о том, что им нужно что-то про карьеру, но и про то, что конкретно хотелось бы, чтобы там было. Например, говорилось о том, что есть страх, как перейти через свою неуверенность с тем, чтобы найти работу мечты и тому подобное. Или, например, о том, что не совсем понятно, как правильно написать резюме или как правильно пройти собеседование. Именно поэтому все эти вещи мы инкорпорировали в программу проведения этого форума. Завершающей программой форума стала карьерная ярмарка, где потенциальные работодатели, а именно различные компании в открытом диалоге пообщались с молодыми людьми и рассказали, какие вакансии их могут заинтересовать. Нам важно, чтобы молодежь понимала, как устроена структура работы наших организаций и как они могут себя зарекомендовать, отмечали представители различных предприятий. В этом формате мне понравилось, что формат построен на открытом диалоге. Ребята задавали достаточно интересные вопросы. Я думаю, после мероприятия мы еще останемся, обменяем эти контакты, и ребята будут иметь прямой доступ. Возможно, кто-то захочет пройти практику в Сбербанке и дальше уже потенциально работать с нами. Возможно, кто-то, может быть, сразу устроится к нам на работу. Мы получили огромную пользу от этого форума, что в дальнейшем нам позволит правильно выстроить свой карьерный потенциал, уверяют участники форума «Карьера». Из этого форума я получил огромное количество навыков. В первую очередь меня научили правильно писать резюме, во вторую очередь мне дали понять, насколько важна команда при написании не только проекта, но и в работе, в карьере и в карьерном росте. Также мне очень понравились лекции, которые рассказывали о отношениях между работниками и работодателями. Я из них, правда, очень многое для себя подчеркнул. В завершении самые активные участники карьерной ярмарки получили полезную литературу от представителей Сбербанка. Альхан Лепшок, Афринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Зеркало лжи». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова